Привет. Привет. Историю с Ил-76. Ну, ты знаешь, я... То есть, это же игра опять, веришь и не веришь. Веришь ли ты, что там были пленные? Верю. Веришь ли ты в то, что это сбили украинцы? Нет. Почему я так думаю? Ну, почему? Потому что даже русские эксперты признают, что это можно было с украинской территории сделать фактически только Петри. А у Петри это ракета не осколочная. А кадры, которые показывают обломки самолета, он весь защищен осколками. А какие ракеты у Петри? Пак-3. Это ракета прямого попадания. Ну, вот смотри, я тебе объясню. Вот это очень просто. Вот ты стрелял когда-нибудь на охоте по уткам, по гусям? Или там по тарелочкам стрелял. Чем ты стреляешь? Дробью. Дробью. А если ты охотишься на волка, лося или медведя, чем ты стреляешь? Пули. Пули. Разницу понимаешь? Конечно. Ты рану от дроби и рану от пули отличить можешь? Конечно. Так вот, Пак-3, ракета от Петри это пуля. А вот ракета от Бука, как известно, это дробь. Так вот, Ил-76 был бит дробью. А Петриота нет ракеты с дробью. Это ракета прямого попадания. А больше ничем оттуда не дотянуться. Айрис это дробь, но он не дотянутся. Бук это дробь, не дотянутся. Можно дотянуться, наверное, С-300. Но только специальные модификации ракеты, которые выпущены было позже того, как эти установки были поставлены Украине. Они же еще советские. Теперь представь, может быть, Украина имеет ограниченное количество ракет, вот этих модификаций, которые от С-300 могут дотянуться до этого аэродрома в Белгородской области. И вот надо тащить на линию фронта С-300, рискуя ее потерять. Говорят, что это дорогостоящую ракету туда мастырить, чтобы сбить 76-й Ил, полный, так сказать, своих же собственных военнопленных. Зачем? В какой смысл? Для чего? Тем более, что русские утверждают, что украинцы прекрасно знали, что там везли плены. Понимаешь, это абсурдное действие. А уж тем более Петриот на границу тащить. А зачем русским сбивать было? По ошибке? Конечно, дружественный огонь. По международной статистике, от 40 до 50% всех самолетов сбиваются дружественным огнем во время боевых действий. Вот так вот? Да. Интересно, не видел такой статистики, но не верю. Нет, нет, нет. Потому что они, пролетая линию фронта, попадают одновременно под действие тех и других систем ПОГО. Ну, а это не наш случай. Ну, просто вообще общая военная статистика, что дружественный огонь. Все эти рассказы Путина про свой и чужой, это все фу-фу. Почему? Потому что, да, уже есть интернет-свидетельство вот этих компаний, которые транспондеры, под транспондером обслуживают, отслеживают движение судов, чтобы у этого самолета транспондер был отключен. Его не видно было, непонятно, зачем, кстати, они его отключили, если они везли в плен. То есть, если отключен транспондер, то система свой-чужой не работает, так? Насколько я понимаю, да. А что такое транспондер, если это не этот? Нет, ну, может быть, есть какие-то другие. Два транспондера. Зачем? А зачем второй, который... Нет, ну, один там условно, который позволяет гражданским диспетчерам... Подожди, я, насколько понимаю, транспондер – это некий прибор, который подает сигнал, который можно увидеть, который говорит, чей это самолет, какой марки, кому принадлежит. Ну, так это и есть свой-чужой? Нет? Нет, просто я не знаю, может быть, существуют специальные военные транспондеры, которые не видны гражданским радаром. Радаром, которыми пользуются... Ну, может быть, я не знаю. Хорошо, окей. Я этот аргумент снимаю, чтобы не залезать в дебри, которых мы с тобой сами не знаем. Ну, это правда. Да, но если существуют какие-то военные радары, то зачем было отключать гражданские? Если вы везете пленных, вы военно-транспортный самолет, вы хотите застраховать себя от нападения, ну, так зачем же вы его отключите? Нет, вообще непонятно, почему вы посылаете пленных, самолет с пленными, зачем их везти в район боевых действий по улице? Нет, ну, их все время так возили. Все обмены делались. Их сначала где-то там в Брянске собирали, потом везли в Белгород, а потом везли к границам. Так всегда делалось. Ну, во всяком случае, так говорят люди, которые с обоих сторон, которые участвовали в этих огнях. В этом как раз нет никакой, так сказать, подвоха, как я понимаю. Единственное, что, так сказать, напрягает и удивляет, это то, что в этот раз на 65 пленных было всего три охранника. Они не боялись, что самолет захватят? Потому что три охранника, это уж каким-то образом можно было же, наверное, заломать. А и угнать самолет в Киев, подеплохо, так сказать, в 76-й Илл завестись. Нет, они не боялись. Почему? Непонятно. Я имел любопытную беседу с политологом и политтехнологом Аббасом Галямовым, который немножко крутился в властных коридорах, который отвечал в том числе и за разные предвыборные дела. Я его спросил, Аббас, на месте нынешних руководителей предвыборной кампании, я имею в виду не предвыборной кампании Путина, а вот этого всего театрализованного действия, вот ты бы зарегистрировал Надеждина или нет? Он сказал, да ты что, с ума сошел там? Это же такие риски. Вдруг народ массово пойдет голосовать за Надеждина, вот как в Беларуси пошли голосовать за Тихановскую в 20-м году. Ну и скандала не оберешься. Да, ну что, Путин скандалов боится, Тёма. Не знаю, мне кажется, что вот сейчас я тебе скажу свое мнение. Давай. Я не знаю, зарегистрирует Надеждина или нет. Я тоже полон скепсиса на этот счет. Но я понимаю изначальную интригу, почему его вообще, так сказать, начали двигать. Расскажи, интересно. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что участие Навального в выборах мэра и вот этот вот его результат, которым ФБКшники до сих пор всем в нос тыкают и рассказывают, что он из-за этого лидера позиции. Этот результат, безусловно, так сказать, хороший, да, и как бы заметный. Я бы не назвал его победным, безусловно, но тем не менее он заметный, хороший, такой крепкий результат, да. Вот. Он имел... Там было 27 процентов. Ну что такое, да. Но он имел еще и своим следствием повышение легитимности Собянина. Ну да, конечно. Для этого все и затеивалось. И уже после этого прошли еще одни выборы, или, по-моему, еще даже двое, я уж не считал. А Собянин все еще, так сказать, считается, так сказать, электоральным, потому что эхо от его победы над Навальным до сих пор продолжает создавать ему имидж электорального полиции. Вот. Понимая, что электоральный потенциал Путина гаснет, а ему же еще через 6 лет еще раз надо будет баллотироваться, а через 6 лет ему будет 70... Еще через 6 лет опять баллотироваться? Да, да, да. Ему будет 78, 78... Раз нельзя. Ему будет 78, вот. Они хотят вот дать ему этот вот электоральный толчок, и поэтому должен участвовать кто-то такой, не понарошке, понимаете, а так вот, типа, чтобы о-го-го. И его, так сказать, в страшной борьбе победить, дав ему там набрать 15 процентов. Такого рода действия уже были. Помнишь, Миша Прохоров участвовал в выборах? Помню, конечно, да. Вот. Потом был... В 12-м году. Да, вот уже когда, да-да, когда уже, так сказать, окрепла вся эта вертикаль, и когда это уже не было ни каким-то риском, и так далее. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что у них есть идея зарегистрировать надежду. Все-таки. Ну, вот я тебе говорю, аргументы за. Да, вот, но их может отпугнуть вот эта вот волна поддержки. Она, как мне кажется, для них оказалась необычно высокой. Хотя, может быть, и мы преувеличиваем ее масштаб. И они именно на такую волну рассчитывали. И к ней готовы. И говорят, ну, победит Владимир Владимирович с результатом там 75 процентов. Ничего страшного. Пускай даже надежды все оставшиеся 25 наберут. Зато какая победа. Уж тут никто не скажет. Даже, так сказать, в Вашингтоне. Они же очень боятся того, что Запад не признает эти выборы. Они не хотят быть признанными только Китаем и, там, я не знаю, Ираном. Вот. Он хочет, чтобы весь мир признавал, что да, вот он, так сказать, легитимный лидер России. Даже если они не хотят с ним иметь отношения. Не торгуют, санкции наложили. Но они должны признавать, что Путин главный в России. А если они этого не признают, так это вообще-то, так сказать, беда. Тогда мне вообще все не надо. Если, так сказать, никто не признает, что я царь горы. И поэтому, если вот он в честной, в кавычках, в борьбе победит Надеждин, то это вот совсем другое качество победы. А то, что он победит, это не вопрос. У Лукашенко, он Тихановскую, как сделал? 80 против 10. Так там любые могут нарисовать. Разумеется. Вот это вот то, что мы с тобой, помнишь, так сказать, на знаменитом форуме в Берлине, так сказать, пытались доказать кассу. Что не было никакой связи между Панфиловой и местными терроризбирковыми. Там нету даже телефонного номера между ними. И мне куда сообщить эти результаты. Они их рисуют у Панфиловой в кабинете. А эти могут считать все честно. И там могут, выпучив глаза, кассанские наблюдатели, следить, чтобы не было карусин. Там все будет посчитано и отправлено наверх. Но только это все вот, машина выезжает из терроризбиркома и сразу на свал. Или в баню, чтобы топить печку. А у Элочки Людоедки в Москве сидят специалисты. У нее там компьютер, который в интернету не подсоединен. И она там, так сказать, под ним пальцем набирает таблички. А слушай, вот ты как думаешь? Потому что очень многие, я смотрю, особенно в Украине, считают, что все эти очереди, это инсценировка тоже. Слушай, ну у украинцев есть свои претензии. Некоторые претензии к России, да? Вот. Поэтому, ну, давай будем снисходить к их оценкам ситуации в России. Ну, это все равно, что ссылаться на оценку российских, так сказать, политологов на ситуацию в Украине. Правда? Ну, это нечестно. Окей. То есть, то, что эти очереди настоящие, что народ там, что называется, по велению сердца в эти очереди становится. Ну, конечно, у украинских комментаторов, у них, так сказать, есть некий такой шизофренический дуализм. Они почему-то считают, что любое, там, любой флешмоб, скажем так, выразовавшись современным языком, организованный в России, он обязательно организован Кремлем. Народ в России не субъектен совершенно. Но, при этом, когда им говорят, что их Майдан был организован Госдепом, они это, понимаешь, да? Ну, это из той же сети. Ну, Путин, собственный митинг, я же уже много раз приводил этот пример, он митинг, свою поддержку организовать не может. Сгоняют киргизов за бабки, которые там два часа постоят, потопкачатся и расходятся. Ну, это невозможно взять за деньги, чтобы миллионы людей пришли и стояли, а тысячи и так далее, на морозе. Ну, это не бывает. Это невозможно инсценировать. Как невозможно инсценировать Майдан. За печеньки Госдепа, так сказать, чтобы люди три месяца стояли, так сказать, на морозе и потом на пуле шли. Слушай, на самом деле, Аббас Галямов вот в этом разговоре еще одну остроумную вещь заметил. Вот теперь, после того, как мы посмотрели, как выглядит на самом деле реальный сбор подписей, когда вот реально собирают там 100, 150, 200 тысяч, мы понимаем цену вот всем остальным подписям, которые берутся неоткуда и аккуратно. Ну, это понятно. Мы же не видели очередей там ни за Собчак, ни за Путина, ни за кого из предыдущих участников выборов. А мы и сейчас не видели очередей за Путина. Сейчас не видим, да. И сейчас не видим. Но его зарегистрировали первым. Вот как по-настоящему это выглядит, когда люди действительно собирают подписи? И какие очереди выстраивают? За Путина мы очередей не видели. Как, впрочем, не видели и людей, вышедших защищать его, когда Пригожин шел на Москву. Да. Бабушки не повыбегали на улицу с криками родной наш, дорогой, любимый, там, дай-ка я тебя у себя на садово-выгодном участке спрячу от этого негодяя Пригожин. Да, да. Мне совершенно верно, да. Ну, слушай, знаешь, это у древних греков, по-моему, было... У нас любовь – это зонтничный термин, объединяющий, так сказать, огромное количество разных чувств. И любовь к женщине, и любовь к детям, и любовь к животным, и любовь к родине, и любовь к вождю – все объединяется словом «любовь». По древнему грекам это все разделялось, у них там было четыре разных любви. Так. Вот. Поэтому надо понимать, что русский народ испытывает другую любовь к власти, чем ту, которую власть думает, он испытывает. Это другое чувство. Просто оно... Ну, знаешь, в русском языке есть такие слова, которые называются как-то амонимы, да? Угу. Которые одинаково звучат, но имеют разный смысл. Да, да, да. Именно так. Просто вот про любовь, да. Это совершенно другая эмоция, которая просто звучит так же, как слово «любовь». Сейчас в условиях военного положения можно провести выборы? Я ничего не считаю. Я считаю, что, так сказать, в Украине нет демократии. Только и всего. Вопрос. Вот ты журналист, который много лет проработал в Украине. Ты лучше меня знаешь на этот ответ. В Украине есть свобода слова? Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Слушай, безусловно есть. Ну, такая же, как в России. Нет. В интернет-пространстве. Не совсем. Ну, в интернет-пространстве – да. И все. Слушай, в Украине никого не сажают за посты. А, ну, а это первый признак того, что есть свобода слова. Что есть и не сажают. А рот затыкают. Люди пишут в своих пабликах. Отобрали все телеканалы, переформатировали их в этот марафон. Ну, перестань. Ну, что я тебе рассказываю. В крайней мере, в обществе идет откровенная дискуссия по этому поводу. Я ее не вижу. Где ты ее видишь, эту дискуссию? Где ты ее видишь, эту дискуссию? Кроме интернета, сейчас ни других трибун нет. А, ну, тогда и нету свободы слова. Еще осталось только интернет прихлопнуть. Свобода слова сводится только к функционированию. Ну, конечно. Ну, а как нет? Ну, слушай, это самое фундаментальное средство массовой информации, охватывающее 100% населения. Которое никто не смотрит. Ой, я тебя умоляю. Ну, перестань. Сколько мы уже лет 20 толдычим, что никто не смотрит телевизор, да? А все обсуждаем передачи Соловьева. Ну, это же известно. Я не обсуждаю. Я не обсуждаю. Но, слушай. Ни Соловьева, ни Сокеева. Ты не смотрю. Все равно все это смотрят. Перестань. Все это смотрят. Огромное количество людей не смотрят телевизор. Ну, вообще. Хорошо. Давай останемся при своем мнении. Окей, давай. Даже если половина населения смотрит телевизор, это все равно очень много. Нет такого интернет-ресурса, который половина населения смотрит. Ни одного. Мы с тобой же, так сказать, обсуждали уже, что было исследование, по-моему, где-то немецкие социологические службы проводили его. Что все оппозиционные интернет-ресурсы, которые сегодня есть, которые могут быть даже отдаленно отнесены к интернет-ресурсам, совокупно контролируют там порядка 9 миллионов российской аудитории. Это в России. Я понимаю. Я понимаю. Но это вот... Просто я тебе могу сказать, что когда я в далеком уже, при далеком 2008 году приехал из России в Украину, переехал из России в Украину и начал там жить и работать, я был поражен прежде всего тем, что значение интернета, разных онлайновых средств массовой информации, на порядок больше, чем в России. Вот в 2008 году практически уже почти что не оставалось ежедневной печатной прессы. Там пара газет была, которая только выходила и которые еще читали. А в России тогда еще все ходили вот с такими толстыми пачками газет. Люди, которые интересовались политикой. Вот это первое, что мне тогда ударило в глаза, что гораздо более продвинутая... Ну, слушай, ну ты же понимаешь, что диджитализация общественной и экономической жизни и государственного аппарата не всегда означает рост демократии. Вот, например, я уверен, что диджитализация Украины намного выше, чем диджитализация Германии. Да, безусловно, конечно. Но при этом, так сказать... Я бы рассказывал, что в свое время не вложили должные деньги, нужные деньги. Да, да, да. Не, ну это и известно. И сейчас пытаются наверстать там и так далее. Но никто же не будет говорить, что из-за этого в Украине больше демократии, чем в Германии. А я могу сказать, что у кого-нибудь в Сингапуре, который, в общем-то, диктатура, да, там диджитализация еще выше, чем в Украине. Вот насчет Сингапура не спорить с тобой. Ну, я больше тебе скажу, наверняка в Китае выше. Специфическое. Ага. На уровне диджитализации ты ничего не доказываешь. И потом есть, знаешь, еще какая опасность, которую мы тоже с тобой очень хорошо знаем. Что государство, оно свободу-то легко отбирает, но возвращает их потом очень тяжело. Есть масса примеров того, как государство, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства, какие-то свободы свернуло. Но примеров того, как она их возвратила потом, значительно меньше. Понимаешь, да? Вот это вот опасность. В Лондоне перед американским посольством стоит памятник Рейгану, и там выбиты его слова. Вот я сейчас не готов процитировать по памяти, но смысл состоит в том, что мы никогда не должны забывать, что свободу можно утратить всего за одно поколение. Да, да, совершенно верно. Поэтому все это очень и очень, скажем так, тревожно. И вот я очень сочувствую Украине и очень хочу, чтобы она победила и так далее, и так далее. Но напрасно в Украине думают, что на Западе этого ничего не видно. Понимаешь? Это видно. Это видно. И, соответственно, меняется отношение. И вот то, что происходит с американской помощью, это видно на значительной степени внутриамериканская, так сказать, проблема. Но не целиком, в значительной степени, но не целиком. Какой-то вес, это еще предстоит узнать, какой имеет и то, что происходит в Украине. Понимаешь? А с американской помощью, ну, мы, слушай, мы уже давно говорим, что проблема. Проблема. И скепсис с каждым днем по поводу того, что она будет выделена, она растет. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что я чем больше думаю на эту тему, тем больше я прихожу к выводу, что Байден сам не хочет, чтобы эта помощь была выделена. Ну, да, там темная история, получается, вот с голосованием по поводу отстранения предыдущего спикера. Отстранения предыдущего спикера. Он же был абсолютно лоялен этому закону. Он собирался его поставить на голосование. Если бы он его поставил на голосование, то палата представителей за него бы проголосовала. И буквально за несколько дней до этого демократы своими голосами помогли трампистам, внимание, не всем республиканцам, а там порядка 10-12 человек трампистов, снести этого Маккарта. И вместо него поставить четкого трамписта Джонсона, который с гарантией зарубит такой закон. Вопрос. Ну, окей, часть республиканцев захотелось снять республиканского спикера. Вопрос к демократам. Вы-то зачем это поддержали? Вам-то зачем это было нужно? Вы же прекрасно понимаете, что следующий спикер будет еще хуже этого. Потому что у вас нет большинства в палате, представите. Вы так или иначе, для того, чтобы поставить какого-то спикера, должны будете блокироваться с частью республиканцев. И выбор у вас простой. Либо вы блокируетесь с радикальными трампистами, либо с умеренными республиканцами, которые готовы услышать слово «разум». Ну, здесь надо объяснить, что просто тогда, когда было это голосование, не все республиканцы, имевшие большинство в палате представителей, хотели голосовать за снятие этого спикера. И недостающие голоса, по сути дела, дали находящиеся в меньшинстве. Хуже, хуже. Вся демократическая партия проголосовала против. Ну, да, да. Демократия. Зачем? Только для того, чтобы не пропустить какие-то законы. Остается выяснить, какие. А вот, оказывается, эти. Потому что все остальные этот конгресс принял. Вайдена какая позиция? Это не я виноват? Это конгресс не пропускает? Хотя, я еще раз подчеркну, у Байдена в реальности есть еще 4 миллиарда помощи. Это же мы просто заболтали вопрос. Да, вот ты, кстати, с этим разбирался и, по-моему, большой пост по этому коду написал. Да, да. Ну, вот расскажи-ка, откуда у 4 миллиарда. Я рассказываю. Рассказываю. Значит, я опускаю намеренно детали, но смысл такой, что там было 3 программы, по которым Америка выделяла оружие. И к осени, условно говоря, к октябрю месяцу, две программы были полностью исчерпаны. Осталась только программа PDA. Это PDA, это Presidential, что-то там, Defense, бла-бла-бла. И по собственному признанию Белого дома и по прессе, там, Wall Street Journal, New York Times, там и так далее, и так далее. И, более того, даже по аналитике тех депутатов Верховной Рады, которые за этим процессом следили в силу своих обязанностей, на конец, на начало октября, то есть, внимание, на третий квартал, оставалось 5,2 миллиарда долларов в этой программе. А если сложить все пакеты помощи, которые выделила Америка, начиная с октября, то выяснится, что они потратили где-то миллиард. Ну, миллиард двести. Таким образом, на 1 января 24-го года по программе PDA осталось 4 миллиарда. Которых, по мнению Wall Street Journal, должно было бы хватить как минимум на 3-4 месяца еще этого 24-го года. Но там есть одна хитрость. Дело в том, что вот эта программа PDA, она предполагает выделение там, я уж не помню точную цифру, но порядка там 28 миллиардов долларов. Из них 14 выделяется на то, что президент может забрать со складов Пентагона на эту сумму оружия и поставить его Украине. И на эту сумму оно вычитается из этой программы. И эта программа таким образом исполняется, идея, на 14 миллиардов. Помнишь, там еще были такие... Дело в том, что это оружие на складах лежит там и год, и два, и десять, и тридцать лет, понимаешь, да? И поэтому там есть всякая амортизация и прочие-прочие вещи. Оно в конце уже стоит копейки. И помнишь, был такой эпизод где-то в конце лета, когда американцы заявили, ой, вы знаете, а мы амортизацию не учли, и мы сейчас вот пересчитали, у нас лишних 6 миллиардов. Да-да, помню прекрасно. Вот это вот из этой серии, потому что они снимали, так сказать, по цене завода-изготовителя, а потом, когда вычили амортизацию, оказалось, что они еще сэкономили 6 миллиардов. И вот в таком виде эта программа дошла до октября. Вот. А вторая половина, то есть вторые 14 миллиардов, они идут на передачу пропорционально Пентагону денег, чтобы он взамен изъятого у него для Украины купил нового оружия. И складировал. И положил их на склад вместо того, которое забрали. Ну, не точно тоже, а аналогичное по назначению, может быть, новое, там, другой марки, более современное, там, и так далее, и так далее. Вот. Там гибкость, если притянуть. Так вот, здесь вот очень важно, вот эта вторая кучка, которая дана Пентагону для того, чтобы он восполнил утраченное оружие, она полностью потрачена, 14 миллиардов. А вот изъятого со складов потрачено только 10. Понимаешь, да? Таким образом, у Пентагона есть 4 миллиарда оружия, которое можно отдать Украине, потому что ему уже выделены деньги на то, чтобы взамен этого оружия купить новое. Понимаешь, да? Понимаю, понимаю. Так вот, Байден, ну, устами Кирби, своего там, спикера Совета Безопасности, он говорит, что? А мы не можем больше ставить оружие Украине, потому что все деньги, которые выделены Пентагону на закупку оружия, потрачены. И это чистая правда. Только это никакого отношения к тому оружию, которое в Украине идет. Таким образом, спикера сняли. Более того, нам, дуракам, казалось, что тем, что Байден пристегивает мигрантские пограничные деньги к деньгам Украины, Израиля и Тайваня, он улучшает ситуацию с подхождением этого закона о помощи Украине, Тайваню и Израиле, да? А теперь-то мы понимаем, что он, наоборот, ее ухудшает. Пристегивание мотов. Да, да, так и получается. А он-то это знал с самого начала, что он ухудшит эту ситуацию. А он пристегнул. Таким образом, деньги у него есть, спикера снял и для верности еще пристегнул мигрантский вопрос. Вопрос, хочет ли он помогать Украине. Ну, собственно, этот вопрос в такой ситуации становится риторическим. Понимаешь, да? И теперь что? А я тут ни при чем. Это вот Джонсон дурак не хочет. А что Джонсон? Ну, что ты с Джонсона возьмешь? Он обычный депутат. У него мозгов нет. Это, так сказать, такой киборг, пульт управления, от которого находится в руках у Трампа. Трамп нажмет кнопочку, Джонсон побежит и проголосует, как сказал. Не любишь ты Байдена? А почему я должен кого-то любить? Я никак не могу понять. Ну, вот объясни мне. В 81-летний дед, которому осенью, когда он предполагает стать снова президентом, он будет 82 уже. Он еле шевелится, с него песок сыпется. Он ни хера не помнит и так далее. Ну, почему я должен ему симпатизировать, если он хочет погубить самую великую страну в мире? Ну, объясни мне. Он превращает ее в посмешище. Вот есть такой журнал «Атлантик», знаешь? Я тебя не призываю полюбить Байдена. Я просто констатирую факт, что... Нет, ну вот, понимаешь, есть такой журнал «Атлантик». Ты так не любишь, что аж аппетит потерял. Помнишь его? Нет, да. Какой неприятельный с потерпевшим испытом. Вот. Есть такой журнал «Атлантик». Очень авторитетный журнал. Там пары еще там в 18 веке основы. Очень авторитетный журнал. Вот он разразился большой статьей вчера, по-моему. Это вот единственное издание, по-моему, осталось, которое еще не погрязло в этой ливизне, в которой погрязли там «Вашингтон постом» и все эти так называемые качественные прессы. Но он сказал, что если Америка не окажет помощь Украине, она покроет себя, так сказать, позором, и ее союзники от нее отшатнутся, потому что они поймут, что она не может выполнить своих союзнических обязательств. То есть не только украинцы, как думают? Нет, нет. А это в Европе уже поняли. Это в Европе уже поняли. Ты же знаешь, что Шольц полетит. Сейчас закончится саммит 1 февраля, и после этого он полетит к Байдену и будет забирать у него лидерство по помощи Украине и вообще, так сказать, лидерство в НАТО. Во всяком случае, на Европейском театре действий точно. Что он так и сказал прямо уже, что еду за... Об этом уже вся пресса пишет. Об этом уже вся пресса пишет. Что Шольц уже все понял. А у Шольца пупок не развяжется, Евгения? А у него выхода нет. У него выхода нет. Он уже сегодня помогает Украине больше, чем 50% от всей европейской помощи. Тугарной Германии. Там 55%. А если посчитать, что европейские фонды, которые дают помощь Украине, в основном состоят из денег Германии, то и того больше. Потому что Германия же главный донор. Там же вот все вот эти вот страны, которые глотки рвут по поводу того, что надо помогать Украине, Европейскому Союзу. Лапки свои поднимают вверх. Они же и в этих европейских фондах получают больше, чем у них. То есть они голосуют-то за что? За то, что там Германия, Австрия и Голландия должны выделить деньги Украине. Понимаешь? Так, кстати, если говорить о европейцах, как ты думаешь, в итоге этот пакет 50-миллиардный будет утвержден? Сто процентов. Вот в отличие от Конгресса, я в этом нисколько не сомневаюсь. А Орбан? Ну, во-первых, Орбан, скорее всего, проголосует за, как это у него было. Помнишь, он до декабря ломал по поводу вступления в ЕС. Помнишь? До последнего года, потом подписывается. Тихо-то, брат, попей кофе. Да, да, да. Слушай, там огромное количество рычагов давления. И на Афиту тоже? Я имею в виду на Словацкого. Да, да. Так Афита же уже встречался, так сказать, по-моему, в Киев приезжал или с Дедом, встречался. Это они на границе встречались. Да, да. Ну, он же уже сказал, что мы новой помощи выделять не будем, но все, что пообещали по старой помощи, все будет дорого. И ремонтные заводы будут работать, и вся логистика будет через нас идти. Не переживайте, все будет хорошо. Вот, поэтому... Слушай, ну это раз, а во-вторых, там же есть еще и всякие обходные маневры. Европа может просто, так сказать, под гарантией той же Германии просто набрать кредитов и дать их... Для этого никакого Орбана не надо. Так, подожди, а у Германии есть такой ресурс, я имею в виду, для того, чтобы дать гарантии в таком количестве банков? Конечно. Ну, посмотри, надежность государственных ценных бумаг Германии, там, АА+. Хорошо, а где брать будут, в каких банках? Господи, в мире огромное количество денег, я тебя умоляю. Да? В финансовых рынках одних арабских денег сколько гуляет, и американских, и европейских. Японских. Японских, китайских, ну, уже денег свободных дофига в мире. Кстати, я подсмотрел, в Японии 125 миллионов населения. Во! Во! А если мигрантов из России вычесть, то там тоже, наверное, 125. А сейчас вот Путин, так сказать, с войной занимается вопросом с уменьшением населения. Ну, да. На двух направлениях. Часть убивают, часть уезжают. Часть убивают, часть уезжает, а у остальной части желание рожать детей не появляется. В такой ситуации. Понимаешь? Не, ну, слушай, падение рождаемости это иногда следствие высокого уровня жизни. Ты же сам говорил, что в Германии очень низкая рождаемость не хотят немцы. Не, ну, я понимаю, но в России это все, знаешь, в России все это выглядит как Европа, только корни и причины всегда не те же самые. Ну, слушай, в России, в России, в России, так сказать, на фоне низкой рождаемости есть факторы, которых нет в той же самой Германии. Например, в России, по-моему, я не знаю, не берусь сказать, но, по-моему, чемпион мира по количеству детей, выросших, неполных семьи. Россия чемпион мира по количеству абортов на одну рожевницу, Россия чемпион мира по количеству детей в детдомах, Россия чемпион мира по количеству отцов, скрывающихся от алиментов и так далее, и так далее. Это вот, если ты вот эту картину прессовую купишь к низкой рождаемости, то получается совершенно другая картина, чем просто низкая рождаемость в Германии. Это правда. Что правда, то правда. Кстати, во многих странах, по-моему, вообще нет такого явления, как детские дома. Да? Да. Не знаю, как в Германии с этим. Ой, я не знаю, по-моему, есть, но они, по-моему, в основном забиты детьми беженцев. Потому что в немецких семьях дети редко оказываются сиротами, всегда находятся какие-то дяди, тети, братья, сестры, которые забирают. В этом проблемы нет. Ну, хорошо, возвращаясь к Украине, чего хорошего-то у нас? Ты хвалил... Хорошее, что даже при таких условиях Украина еще не проиграла. И вот уже сколько месяцев она стоит, фронт стоит и не шевелится, понимаешь? Ну, и тебя слушают, я смотрю, по части дронов. А, ну, слушай. Базу, базу... Я не претендую на лидерство, по-моему, то, что я говорил, это просто очевидно. Не, ну, базу в Туапсе это нефтяную... А услугу? А услугу? А в Республианске где-то не... В Туапсе, да. За что Апсе? Хорошая история, хорошая, хорошая, хорошая. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что это очень разумно. Уничтожать инфраструктуру войны и ее, так сказать, источники ее финансирования, при этом... Вот это вот и есть точечные удары, а не то, что Путин там колотит по многоэтажкам и рассказывает, что он, так сказать, точечными ударами только по военной инфраструктуре. Вот это вот точечные удары. Минимум человеческих жертв из них вообще нет, по-моему, по некоторым словам. И при этом колоссальный урон. Колоссальный. Русские, конечно, делают мину при плохой игре, но понятно, что это серьезный удар. И это надо просто наращивать, 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 и на этом сосредоточиться. Ну да, особенно вот учитывая то, что границы-то дырявые, вот невозможно закрыть такую протяженность границы. Вот здесь вот эта асимметрия, да, вот это вот, так сказать, проклятие огромной территории, оно не позволяет России построить эффективную систему ПВО. Вот, кстати говоря, еще один недостаток, да. И поэтому она, так сказать, граница прозрачная, и эти дроны, которые в Киеве перехватывают, в России уже перехватить не могут. Понятно, что они вокруг каких-то стратегических важных объектов создали, какие-то локальные зоны ПВО, но когда объект уже долетел туда или пикирует вниз, ну, что толку, что его взорвешь? Обломки все равно на него упадут, все равно будет пожар и так далее. Понимаешь? А если ты запустишь 100 дронов, то там, даже если 3 из них долетит до конца, то это уже все равно будет взрыв, и дальше уже все это будет просто катастрофические последствия. Особенно, если какой-то объект с нефтью или бензином или еще с чем. с газом, как это было услуги. Вот на этом надо сосредоточиться. Слушай, а зачем Лукашенко пригласил, вот хотел тебя спросить, Лукашенко пригласил Путина в Антарктиду? Мы напоминаем себе, знаешь, ты такой дельфийский оракул, заходишь, не сказать, в корабль, а зачем Лукашенко пригласил Путина в Антарктиду? Нет, я просто вспомнил, что это... Он же он дурак. Я почитал этот заголовок, и у меня какой-то ступор возник. Вот этого еще не хватало, да? Ой, Жень, ну вот мы сидим на своей жердочке, да? И мы не можем понять масштаб полета мысли гения, да? Вот, мы все время меряем, так сказать, себя вот там мерками, вот бы хорошо было бы съездить куда-нибудь в Марбелью позагорать, или там на Капри съездить, или там на Майорку, да? Но люди мыслят крупными мыслями. Им уже Майорка мала. Нет, ну ты погоди, погоди. Просто, вот послушай этот текст. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Григорьевич Григорьевич президенту Российской Федерации Владимиру Путину в какое-то время посетить Антарктиду идея российским президентом была воспринята положительно. Положительно. Положительно это может быть знаешь, так вот положительно у меня родилась версия. Это единственное место, куда Путин еще может поехать. С учетом ордера на его арест. во всех остальных странах он уже не уверен. ордера на его арест. Ордера